Сбавшийся от злых, благодавствия на греху свеслым, Теребитвы и Богородицы, нояко имущая державу непобедимую, От всяких нас беззвободи назовемте. Радуйся, невеста, 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 Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе. Слава Тебе, Сыну и Святому Духу, и в линии, И в лесной, и во веки веков, аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Христос, истинный Бог наш, молитый им причисти, Свою Матерью всех святых помилуй, Ты спасет нас, как облак и человека любит. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Евангелие от Матфея, 15 глава. Иерусалимские фарисеи и книжники сказали упреку Христу, Почему твои ученики едят неумытыми руками? На что Господь отвечает, Зачем и вы приступаете заповедь Божию ради предания вашего? Книжники фарисеев были рассеяны по всем коленам и разделены на 12 частей, Но те из них, которые жили в главном городе, были гораздо злее прочих, Так как большие пользовались честью и большие надмивались. Смотри же, как они и самым вопросом своим уловляются. Они не говорят, почему ученики твои приступают к закону Моисея, Но почему нарушают предания старцев. Отсюда видно, что священники много вводили нового, Хотя Моисей под страхом великого наказания и со многими угрозами Запрещал им что-нибудь прилагать к закону или отнимать от него, говоря, Не прибавляйте к тому, что я заповедую вам, И не убавляйте от того. Второзаконие 4 глава. И тем не менее, они вводили новое постановление, Каково было и то, что не должно есть неумытыми руками. Когда, тогда, как иудейскому народу надлежало уже оставить прежнее постановление, Они навязывали ему еще более, Опасаясь лишиться власти и желая, чтобы их тем более страшились, Что они и сами законодатели. От этого дела дошло до такого нечестия, Что их заповеди сохранили, а Божие нарушали. И столь велика была власть их, Что это не почиталось уже и за преступления. Но сперва следует рассмотреть, Почему ученики ели неумытыми руками. Итак, почему же они так поступали? Это они делали не с намерением, Но потому что презирали уже излишнее, И заботились об исполнении необходимого. Они не считали законом неумываться, не оставаться неумытыми, Но поступали так или иначе, как случалось. Что же Христос? Он не стал ни порисать, ни защищать поведение учеников, Но на обвинение в парисеях, и сам отвечал обвинениям, Унимая держать их, и показывая, Что согрешающий в великих делах Не должен с такой заботливостью подмечать В других маловажной проступке. Он не упоминает вовсе о старцах, Но в обличении, направленном против одних, Не излагает и других, и показывает, Что они вдвойне грешат, Не покоряясь Богу и угождая людям. Итак, познаем, что оскверняет человека, Познаем и будем избегать того. Мы видим, что многие в церкви строго соблюдают Обыкновенно приходить в чистых одеждах, С обмытыми руками, А о том, чтобы с чистой душой Предстать Богу, немало не заботятся. Говоря это, я не запрещаю умывать руки или лицо, Но желая, чтобы умывали их так, как должно, Не водой только, но вместо воды умиляли их добродетелями. Нечистоту уст составляет злословие, хула, ругательство, Гневные слова, срамословие, смех, насмешки. Поэтому, если ты сознаешь, что ничего подобного не говорил И не осквернял себя такой нечистотою, То приходи смело. Если же ты тысячекратно допускал себя осквернять Этими нечистотами, То что трудишься напрасно умывать язык водою, Осквернив его пагубной и вредоносной нечистотой? Скажи мне, осмелешься бы ты молиться, Если бы замарал руки в навозе или в грязи? Никак. Между тем, это не причинило бы тебе никакого вреда, А то осквернение пагубно. Итак, для чего ты в делах безразличных опаслив, А в том, что запрещено, не родив? Что же скажешь ты? Или не должно молиться? Должно, только надо мной быть чистым и не оскверненным. Но что скажешь, если я прежде осквернил себя? Очистись. Каким образом? Плачь, стяная, раздавай милостыню, Извинись пред обиженным, Жересто, примирись с ним, Очисти язык, чтобы боли не раздражать Бога. Если бы кто измаранными в грязи руками Держал тебя за ноги, умоляя о прощении, Ты не только не стал бы слушать его, но и оттолкнул бы его ногою. Как же ты сам дерзаешь в такой нечистоте приступать к Богу? Язык молящихся, есть рука, которой мы обнимаем колено Божие. Итак, не оскверняй языка, Иначе как он будет за тебя молиться, Когда не будет иметь дерзновения? Укрась его кротостью, смирением, Сделай его достойным, призываемым тобою Бога, Наполни благословением и многое милостыню. Можно ведь и словами творить милостыню. Аминь. Они все Господь. Кто готовил к Исподи, оставайтесь. А следующее будет Исподи. Также через воскресенье еще два раза. 21, 22 и 4, 5. Они все Господь.